Красные гвоздики, белые хризантемы, первыми цветы к подножию памятника возлагают Андрей Травников и Александр Баданина, представители исполнительной и законодательной власти Череповца. А в веке 19-м и те и другие полномочия были в руках городского головы Ивана Андреевича Милютина. И Череповец называли Милютин или Милютинград. Были построены, открыты им такие учебные заведения, как Мариинская женская гимназия. Вот здесь находится она за моей спиной. Александровское техническое училище, женское профессиональное училище, сельскохозяйственная школа. Сейчас вот это звучит привычно и обычно, а в те времена это были новинки в России. К памятнику сегодня пришли и юные череповчане, студенты вузов, ученики женской гуманитарной гимназии, 1-й и 28-й школ. Учащиеся милицейского класса впервые несли здесь почетную вахту памяти. Стоять холодно, но вспоминая о нем, на душе становится как-то теплее. О личности Милютина и о его значении для нынешних поколений речь шла и на очередных милютинских чтениях. Жизнь Ивана Милютина была поистине непростой. В 9 лет он остался без отца, в 18 лет он без матери. Все-таки смог получить образование, стать человеком поистине просвещенным и всю свою жизнь посвятить продвижению нашего города. В общей сложности на посту главы города Череповца он пробыл 46 лет. Доверие горожан было безусловным. 11 раз подряд они избирали Ивана Милютина городоначальником. Для развития города Милютин не жалел собственных денег. Все свои миллионы он отдал городу. Сам практически разорился, но остался в памяти череповчан непревзойденным политикам, экономистам и патриотам. Иван Андреевич Милютин был такой фигурой, которая обладала, я бы сказал, универсальным характером. То есть он сам мог уехать в Петербург куда угодно по своему состоянию, но тем не менее он решил, что место, с которого я не уйду, и буду его развивать, вносить разные проекты. Тема седьмой ежегодной конференции – Милютин и духовный мир русской провинции. Интерес к чтениям за эти годы вырос, и доклады сегодня представляют не только череповчане. Семь лет назад, когда мы начинали эту конференцию, было не более десяти участников. Сегодня заявлено 61 доклад. И четыре секции будут работать на этой конференции. Будут работать они в музее, в доме музея Милютина, в художественном музее, в ЧГУ. Впервые в этом году одна из турфирм провела пешую экскурсию для череповчан участников конференции «Таинственный город Милютин». Причем бесплатно. А завтра в честь дня рождения Ивана Андреевича в доме музея Милютина зазвучат волшебные струны. Там выступят воспитанники детской музыкальной школы номер один.